здравствуйте вашему вниманию представляется видео разбор заданий учащихся 10 класса по праву максимальная оценка результатов участника возрастной группы 10 класса определяется арифметической суммой всех баллов полученных за выполнение заданий и не должна превышать 85 баллов и так в первом задании необходимо выбрать один правильный из предложенных вариантов ответа оценивается данное задание следующим образом максимальная оценка за правильно выполненное задание 2 балла за правильный ответ ставится 2 балла за любую ошибку обратите внимание за любую ошибку ставится 0 баллов в первом задании в задании втором необходимо выбрать несколько правильных вариантов из предложенных вариантов максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ ставится 3 балла за любую ошибку за любую ошибку ставится 0 баллов в третьем задание там где не об необходимо установить соответствие обратите пожалуйста внимание в задании 3.1 установите соответствие между термином и определением оценивается данное задание следующим образом максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла за любую ошибку за любую ошибку ставится 0 баллов в данном задании в задании 3.2 установите соответствие между конкретной ситуации и типом правоотношений максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла за любую ошибку за любую ошибку ставится 0 баллов при выполнении при оценивании данного задания значит задание 3.3 установите соответствие между санкциями и видами юридической ответственности оценивается это задание следующим образом максимальная оценка за правильно выполненное задание также 3 балла за полный правильный ответ и правильное соотнесение начисляется 3 балла за любую ошибку за любую ошибку ставится 0 баллов задание четвертом там где необходимо значит работать с правовыми понятиями что касается задания четвертого задание по работе с правовыми понятиями обратите внимание на задание 4.1 где необходимо назвать признаки юридического лица данное задание оценивается следующим образом максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ ставится 3 балла при отсутствии в определении одного существенного признака 1 балл неправильное определение 0 баллов что касается следующего задание 4.2 в котором необходимо раскрыть содержание понятия максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла при этом за полный правильный ответ ставится 3 балла при отсутствии в определении 1 существенного признака 1 балл неправильное определение 0 баллов то есть в этом задание 4.2 как и в 4.1 в предыдущем необходимо назвать признаки признаки и обратите внимание необходимо также здесь указать какие признаки являются существенными следующее задание 4.3 замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином оценивается данное задание следующим образом максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ ставится 3 балла за любую ошибку ставится 0 баллов задание 5 задание по работе с правовыми текстами задание 5.1 заполните пропущенные слова и словосочетания в текстах нормативных правовых актов оценивается данное задание следующим образом максимальная оценка за это правильно выполненное задание 3 балла за полный правильный ответ ставится 3 балла за любую ошибку обратите пожалуйста внимание за любую ошибку ставится 0 баллов что касается задание 5.2 поиск и исправление ошибок в тексте в данном задание в данном задании необходимо найти и исправить ошибку в тексте максимальная оценка за правильно выполненное задание 4 балла при этом обратите пожалуйста внимание за правильное указание на ошибку ставится 2 балла за исправление ошибки тоже 2 балла неверный ответ соответственно оценивается в 0 баллов здесь следует пояснить что если школьник только лишь указал в этом задании задание 5.2 поиск и исправление ошибок в тексте только лишь указал на ошибку но ее не исправил оценивается в 2 балла а не в 4 например в этом задании ошибкой является ответ исполнительным органам субъектов российской федерации правильный ответ правильный ответ в данном задании законодательным представительным органам субъектов российской федерации если школьник в этом задании только лишь указал на ошибку что ошибка является исполнительные органы субъектов российской федерации но не исправил эту ошибку на правильный ответ это всего лишь 2 балла а не 4 а если и указал на ошибку школьник и ее исправил на правильный ответ то соответственно оценивается данное задание в 4 балла в задании 6 необходимо решить правовые задачи здесь следует обратить внимание на следующее максимальная оценка за правильно выполненное задание 5 баллов за короткий правильный ответ ставится 2 балла за правильное полное обоснование ставится 3 балла неверный ответ соответственно оценивается в 0 баллов то есть здесь необходимо не только ответить на поставленные в задаче вопросы но и необходимо также еще обоснование что касается следующий задачи 6.2 максимальная оценка за правильное выполненное это задание 5 баллов за короткий правильный ответ также ставится 2 балла за правильное полное обоснование также проставляется 3 балла неверный ответ 0 баллов то есть необходимо обратить внимание на то что при решении правовых задач нужен не только правильный короткий ответ но и правильное обоснование и оцениваются задачи значит максимальный балл за решение за правильное решение правовых задач 5 баллов за короткий ответ еще раз повторю 2 балла и за правильное полное обоснование ставится 3 балла неверный ответ соответственно оценивается в 0 баллов здесь также следует пояснить что при ответе на вопросы правовых задач с обоснованием обучающийся должен давать пояснение как уже было сказано которое необходимо формулировать кратко четко не двусмысленно юридически грамотно ссылки на конкретные статьи нормативных правовых актов документы правоприменительного или интерпретационного характера не обязательны в ответе их отсутствие не является основанием для снижения баллов при оценивании работы допущенная обучающимся ошибка в указании номера статьи того или иного нормативного правового акта не должна рассматриваться как ошибка или вести к снижению баллов в задании седьмом задание на расшифровку аббревиатуры необходимо в задании седьмом расшифровать аббревиатуры максимальная оценка за правильно выполненное задание три балла при этом за полный правильный ответ ставится три балла любая ошибка оценивается в ноль баллов следующее задание восьмое восьмое задание это задание на перевод латинского выражения здесь следует обратить внимание на то что необходимо не только перевести латинское выражение но также необходимо и раскрыть содержание данного выражения с использованием знаний максимальная оценка за правильно выполненное задание пять баллов при этом за полный правильный перевод ставится три балла за раскрытие содержания ставится два балла задание девятое задание на установление правильной последовательности решение правового кроссворда максимальная оценка за правильно выполненное задание три балла за указание правильной последовательности без ошибок ставится три балла за любую ошибку ставится ноль баллов и задание десятое решение правового кроссворда максимальная оценка за правильно выполненное задание десять баллов за каждое правильно угаданное слово ставится один балл за неверно угаданное слово или при наличии ошибки в угаданном слове ставится соответственно ноль баллов за слово от cosas на瞧у financiю shot что и м по л tests